6 и финальный час сибири 2 так якорь мы отцепили от нашего нашего ковчега от берега и можем плыть дальше в сибири и что такое наконец-то я от вас отделался хейт уолкер что за а нет чёртова лодка застряла опять этот недотёпа там злодей тут взялся здесь так возвращаемся назад надо теперь еще от этого типа избавляться так по воде можно видите добраться до входа на ковчег дин и плывут туда значит туда нас должно прибить течением уплывем мы вот на этой льдине 0 дина оккупирована пингвинами нам нужно как-то избавиться от этих пингвинов обращаем внимание накладку яиц пингвинов у нас есть матрешка ложим матрешку вкладку яиц и ты пингвины пришли посмотреть на диковинку что это там у них за третье яйцо такое удивительное но главное что мы их отвлекли избавились от них теперь можем езжать кто и дине так льдина треснула осталось только поддеть ее каким-нибудь рычагом у нас есть бивень нарвала на этой дине мы сейчас попадем на ковчег так мы на павчеге на ковчеге там он наверху на палубе ходит этот злодей туда не добраться так дергаем вот за этот рычаг и ничего не происходит так вот эту бочку сдвигаем вот что держала дверь так залазим на бочку нет так не так здесь надо что-то сделать у нас нет предметов тут есть веревка нет так нам нужен какой-то предмет которого у нас нет так вот здесь вот самая важная раз это подсказка для финального для финального для финальной головоломки главная подсказка это вот это вот а именно если быть точнее вот эти вот знаки человек сидящий на мамонте это надо запомнить то что это надо будет самом конце игры ну а это просто уже рисунки так здесь нет никакого полезного предмета здесь есть под полезнейшая подсказка ганс с вами все в порядке да в порядке вы не ранены нет он заставил меня спуститься сюда больше ничего ничего ганс мы от него отделаемся ну бугров у меня попляшет мы возьмем его хитростью кейт если бугров думает что меня одурачил то он ни черта не смыслит в женщинах да кейт бугров не заслуживает того чтобы видеть сибирию этот иван свое получит вот увидите ганс может быть мы не так сильны но зато фаральберг и уолкер очень хитры мы еще поквитаемся с этим иваном надо застать его врасплох осторожнее кейт он опасен я найду способ отделаться от этого бандита давно пора я найду способ мы возьмем его хитрость так большого реплик не будет это у нас спящий юки юки всю дорогу проспал так предметов здесь тоже нет никаких как я понимаю юки мы сейчас не разбудим так отсюда я только что пришел значит по лестнице наверх только я механика как же это работает не то это лицом к лицу я с ним не справлюсь здесь нужна какая-то уловка так здесь где-то блин я не понимаю чё дальше делать говоря дайте-то куда идти-то блин там я а вот тут тут видите можно вот сюда еще все понял да блин не в ту дверь ё-моё куда-то пошла блин где это вот так вот нажать что ты будешь делать куда она идет а блядь вот же перед моим носом прям стоит еще одна лестница за дура иван сюда пробрался чё одна же лестница есть вот же прям перед моим носом какие не заметил так с пола подбираем костяной кинжал костяной крюк вернее если быть точнее похоже на механизм для остановки ковчега так костяной крюк на него нельзя применить нить нельзя короче с этим крюком возвращаемся вот вот тамбур где у нас это рычаг а костяной крюк применяем вот сюда вот веревку вот так вот завязываем теперь можно дергать за рычаг а а а Хе-хе-хе, ужас какой, пингвины убийцы. Плохо кончил этот злодей. Все, плывем в Сибири. Плохо кончил этот злодей. Прямо как у Оскара стало в Гансфор Альберге. Друзья, мы уже в Сибири, все, прибыли. Больше мы уже никуда не поплывем. В ролике вы видели, что там кто-то стоял на острове, смотрел на наш корабль. Давайте поговорим с ним. Это оказался истлевший труп. Так, на истлевшем трупе мы нашли... Мы пока ничего не нашли. Но тут где-то должен... Вот он, вот он, медальон. Медальон этих... Юколов. Медальон юколов мы нашли. Видите, с иероглифами. Он нам понадобится для разгадывания загадки. Короче, нет живых на этом острове. Живых людей, по крайней мере. Какой-то сундук. А на сундуке три плитки с иероглифами. Всего нам нужно будет собрать пять таких плиток. Четвертая плитка. Прямо на обочине. После тропинки. Так, подождите-ка. Я там точно все собрал? Тут еще, видите, цветок Сибири надо взять. Взял цветок Сибири. Из дневника Алексея, того, который священника, мы знаем, что от этого цветка пробуждаются и спячки юки. А у нас юки как раз на корабле-то и спит. У него он в спячку впал. Его надо будет разбудить. Вот с помощью этого цветка и разбудим. Ганс, мы... мы на месте. Сибириа. И мамонты, Ганс. Дальше, дальше, за полями голубой травы. Вперед! Это не так просто, но мы справимся. Терпение, Кейт. Да, конечно. За этими воротами долина мамонтов, Кейт. В конце концов, это просто ворота. Надо только понять, в чем секрет. Ты можешь запустить механизм этих ворот, Кейт? Похоже, это дело рук юколов. Кейт, мамонты по ту сторону ворот. Ты можешь их открыть? Да. Надо только понять, как. Ты можешь запустить... Похоже... Так, дергаем за рычаг. Нужно преодолеть ворота. Пустилось что-то наподобие беличьего колеса. Точно такое же было на этой железнодорожной, как она называется, вот этой, до резине. То есть, сюда нужно юки загнать, чтобы он это колесо крутил. Но юки с пячки прибывает. Но у нас уже есть цветок сибири, вот этот синий, который позволит разбудить юки. Возвращаемся, короче, на ковчег, будить юки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вон он дрыхнет, как конь. Юки всю дорогу проспал. Так, съем ему под нос вот этот вот цветок сибири. Надеюсь, сработает. И теперь надо, чтобы этот юки просто залез в то колесо, поднял нам ворота. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот очередное препятствие на пути к мамонтам преодолено. Кстати, музыку к игре написал Цур, Ион Цур, очень известный музыкант. Тут красиво, да? Да, Ганс. И нам осталось выполнить последний квест для завершения игры. Это сыграть музыку, которая призовет мамонтов. Нет, нет, не последний. Тут еще придется поработать. Так, здесь где-то должна быть еще одна плитка. Секундочку, я что-то не очень понимаю. А где пятую плитку искать? А, вон, вон же она лежит на земле, разве нет? Вот эта плитка пятая. Теперь нам нужно в пустые, в недостающие, вот эти вот, эти плитки расставить в недостающие места. Как их расставлять, это можно посмотреть на медальоне Юколов. То есть... Ё-моё, как все сложно. Вот, на медальоне Юколов. На самом деле, хрен тут разберешь, но, в принципе, там это указано. То есть, расставляем плитки в правильной последовательности. Так, вот эту плитку мы ложим сюда. Так, эту плитку, похожую на букву Б, мы ложим. Я сейчас смотрю, просто попутаю прохождение, потому что я так сам хрен тут ориентируюсь. Так, плитка, похожая на букву Б, сюда. Так, плитка вот такая вот, заусенец. Это сюда. Так, плитка вот с таким непонятным символом. Это сюда. Так, и вот последнее сюда. И теперь крутим за этот круг. Повторюсь, мы, как плитки ложить, посмотрели, посмотрели в этом, на медальоне Юколов. Так, поднялся тайник. И в этом тайнике мы нашли костяной ключ. Это ключ от музыкального инструмента, на который мы должны будем призывать мамонтов. Так, я вот только не помню, а где, собственно, самые музыкальные инструменты находятся. А, вот же... Нет, подождите. А, нам надо дальше, через мостик, перейти. Так, вот музыкальный инструмент, на котором мы будем сейчас... Играть музыку для мамонтов. Не получается. Да, это... Крутить будем уже в самом конце. Здесь вот панель есть. Здесь нужно в правильном положении выставить рычажки. Помните, мы смотрели в каюте ковчега бумажку. Самый верхний, где был наездик на мамонте нарисован. И там справа была схема. Две полосы по три точки в каждой. Там были жирные точки, средние точки и отсутствующие точки. Вот как там было изображено, напротив изображения с наездником на мамонте, так и делаем здесь. То есть... То есть... Первая точка у нас должна быть открыта полностью. Вторая точка должна быть наполовину закрыта. Третья должна быть открыта. Но она и так открыта. Четвертая должна быть наполовину закрыта. Эта должна быть открыта. Эта должна быть закрыта. Все, играем музыку и смотрим финальный ролик. Так, друзья, мы что-то неправильно сделали. Что-то не получается. Так, открыта. Средняя открыта. Наполовину открыта. Закрыта. Слушайте, откройте. Все правильно сделано. Все же правильно сделано. Или я что-то не понимаю. Может быть, я не за тот вычажок. Вот за этот надо дернуть. За верхний. Я, может, за нижний дерну. Во. Нет. Блин, ребят, я не врубаюсь. Че я неправильно сделал-то? Подождите. А че я не так сделал-то? Да. Так, вот я открыл прохождение. Тут схема правильного положения. Я же все правильно сделал. А, посередине должна быть закрыта. Вот в чем ошибка. Посередине закрыта должна быть. Все, смотрим финальный ролик. Нет, блядь, ребят. А вот эта должна быть открыта. А, значит, у меня две ошибки было, что ли? Ля, ребят, я не понимаю, в чем проблема. Так, ребят, я открываю прохождение. А, слушайте, я не повернул. Я не повернул граммофон в правильном направлении. Тут же надо повернуть его. Вот этим рычагом. Вот оно в чем дело. Вот это колесо... Нет. Нет, подождите. А в чем проблема-то? Его точно надо развернуть. Это сто процентов. А, сюда надо поставить этот костяной ключ. Конечно же, инструмент надо завести. Он не будет играть. И вот здесь теперь тоже надо... Ой, блядь, как все сложное. Тут еще что надо сделать. Открывается панель с красными иероглифами. Вытаскиваем ключ из крестообразного отверстия и вставляем его во второе отверстие в нижнем ряду. Вот как я должен догадаться, что второе отверстие в нижнем ряду? Чтобы вычислить, в какое именно отверстие нужно будет вставить ключ, вспоминаем плитку, засыпанную песком. А, там это, когда мы просыпали, двигали эту херню, там песок на определенную плитку высыпался. Достаем медальон и смотрим, какой иероглиф находится именно на этой плитке. Находим этот иероглиф на полотне с иероглифами и вставляем костяной ключ в вычисленное отверстие. Ну так это вот этот вот и есть. Это вот там и стоит у нас. Крутим колесо с ручкой, чтобы развернуть раструб граммофона в нужную сторону. Крутим колесо с ручкой. Все, друзья, сейчас, сейчас мы позовем мамонта. Все, игра пройдена. Так, здесь у нас вроде бы уже все правильно же выставлено? Да, здесь уже все выставлено вроде. Нет, неправильно. Здесь вот открыто должно быть. Блять, подождите. Сейчас я открою, я уже забыл, как надо правильно. Так, открыто, наполовину, открыто, наполовину, закрыто здесь. Открыто. Все, игра пройдена. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok